Приветствую всех пришедших в Дом молитвы словами Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте помолимся Господу, воскресшему Победителю, чтобы Он не только с нами пребывал, но благословил нас радостью Воскресения. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за Господа нашего Иисуса Христа, Которого Ты воскресил из мертвых, подал удостоверение, что Сын Твой победитель. Благодарим Господи, что и мы вошли в Твою победу. Ты нас ввел, Ты вывел из царства тьмы, царства мрака и ввел в царство воскресения. Царство, где Ты сам присутствуешь. Благослови нас, Господи, радостью Воскресения, чтобы мы поистине радовались. Радовались не только самому факту Воскресения, но радовались, что Ты нас воскресил и что Твоя жизнь, жизнь Воскресения в нас. Благослови нас открыть свое сердце для этой великой радости. Благослови все служение в этот утренний час. Благослови, Господи, оркестр. Благослови всякое участие. Благослови помолиться Тебе в Доме Твоем. Благослови Слово Твое услышать и таким образом, чтобы это Слово могло коснуться Духа нашего, чтобы мы поистине радовались этой радостью, что Ты с нами и что Ты в нас, что Ты ведешь своим путем. Благодарим, что Ты по Твоему верному обетованию среди нас. Молитва наша о всех тех, которые изнемогли в пути, которые остались по домам по различным причинам, которые ныне в госпитале, Господи, которые переживают трудности в жизни, посети таким таковых Твоею жизнью, вот этой вестью, что Ты воскрес, и таким образом даруешь нам великую радость. Пусть радость воскресения и в этом воскресном дне будет прославлена. А мы за все ныне Тебе, Богу, поклоняемся. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Садитесь, пожалуйста. Прежде чем мы будем читать место Священного Писания, хотел бы вопрос такой задать больше, наверное, молодежи. Загадку, где в Писании, или из чего из Писания следует, что Христа прибили именно гвоздями? Вспомните, молодежь, нет? Какие тексты или места Писания говорят об этом? «Пригвоздили» где написано? «Пригвоздили» где написано? Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. «Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал им, и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший» до этого места. Знакомая нам история, каждый год, каждую Пасху мы вспоминаем это событие и вспоминаем как-то по-особому вот это неверие и, ну, можно сказать, упрямство Фомы, что вот так не хотел он верить или не хотел признать того факта, поверить другим, но в этом упорстве, в этом неверии можно упрекать всех учеников, что Христос и делал. Все они были неверующими в равной степени. И слышавшим о воскресении или видевшим воскресшего Христа, они тоже не верили. Поэтому Фома не был в этом плане одиноким или единственным учеником. На что я хотел бы обратить наше с вами внимание, братья и сестры. Почему Фома вот так сказал, что «Я хочу увидеть раны» в знак доказательства того, что Христос жив, в знак доказательства того, что Христос воскрес, Фома говорит, «Я хочу увидеть раны». Знаете, в знак доказательства истинности Христа, Его посланничества, люди тоже требовали знамений и что-то хотели увидеть от Христа. И в основном люди требовали от Него знамений. Вернее, фарисеи приступали к Нему, написано, требовали знамения с неба. Вот этих исцелений, что Христос воскрешал мертвых, прокаженных очищал, слепых исцелял и так дальше, им недостаточно было. Им нужно было какое-то особое знамение с неба, чтобы убедиться или чтобы, ну как они говорили, вот, или мыслили, тогда поверим, что Ты Мессия. Люди требовали от Него и хотели видеть вот такие, ну какие-то чудеса и знамения. Помните, Никак Дим, когда пришел к Нему на беседу, он говорит, что «Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто творить не может». Опять речь о чудесах. Вроде как вот это доказательство. Фома выбрал другое. Фома говорит, я хочу увидеть раны. Я, когда перечитывал еще и еще раз вот это место, думаю, насколько же Ты прав, брат наш Фома, что не стал искать каких-то других знамений, чудес, требовать. Почему Фома захотел увидеть раны в знак доказательства? Да потому, что он знал Христа распятого. Последним, каким он знал Христа, он был распят. И Фома знал, что это Господь, что это его Господь. Удивительное дело Господь совершил, братья и сестры, в своей божественной власти. Мы знаем, что когда его судили, когда его обвиняли, то над ним много издевались. Его оплевали, его заушали, его обругали. И лик его был написан обезображен паче всякого человека. Ни одного человека, наверное, не били так много по лицу, как Христа. Можно только представить и догадываться, во что оно было превращено. Но вот когда он воскрес, его лик был без ран. А на руках и на ногах Господь оставил эти раны. Эти раны послужат доказательством истинности его в свое время израильскому народу. Написано возряд на того, которого пронзили. Братья и сестры, вопрос сегодня для нас. А что бы мы выбрали в знак доказательства? Вот если бы мы были на том месте, что бы мы выбрали? Что бы мы захотели увидеть? Может быть, тоже, как люди стали бы требовать каких-то знамений, чудес, исцелений. Но, знаете, то больше было удовлетворение любопытства, чем укрепление веры. Апостол Павел писал в послании к римлянам, «Я не стыжусь благовествования Христова». И весть его была о Христе распятом, о его ранах, о его смерти, о его страданиях и воскресении. Он писал Тимофею «Помни, Господа Иисуса Христа, пришедшего от семени Давидова. Помни, всю жизнь его помни, страдания его помни, смерть его помни». Он писал Коринфянам, «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Мы поем такие гимны к ранам твоим. Прикоснуться позволь сердцем своим, не перстом, чтобы я вспомнил ту страшную боль, мысленно встав под крестом. «Раны твои от копья и гвоздей, вечная горечь и боль» – это от всех поколений людей. Плата тебе за любовь. Братья и сестры, сегодня раны Христа – это не дело прошлого. Они также остаются на его теле, на церкви. И это тоже служит доказательством того, что Христос воскрес, что Он жив. Непобедима церковь. Врата Ада не одолели ее. И уже две тысячи лет она жива. И Господь хранит ее. И сколько гонений, сколько бед и убиений она выдержала. Никто столько не пережил. Будем, братья и сестры, и мы дорожить ранами Христа. Пусть они и для нас будут дороги. Раны. Нам дороги эти раны. В ранах Христовых мы все омылись. В ранах мы стали белее снега. Ранами исцелились. Так писал пророк Исаия. Ранами его мы исцелились. Человек ранен, и он всегда старается избавиться от ран. Это понятно, что это увечья, это какая-то неполноценность. Это что-то то, что причиняет боль, даже опасность. Опасность заражения, опасность разных проблем. А вот в Христовых ранах исцеление для нас. Мы сейчас будем молиться. Вместе с Фомой, с другими учениками, поклонимся Господу нашему. Воскликнем вместе с ними. Господь наш, Бог наш. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитри 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 Христос воскрес Я торжествую Тоже Ведь Удержать Его весь Не смог Тебя Прославить Я хочу О Боже Ты Мой Господь Спаситель Вечный Бог И Птичка мне Поет о воскресенье И Лес Шумит Торжественно Теперь Свершилось чудо Он воскрес И И Всем Открыл Для Искупления Открыл 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 И Открыл 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 И 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 Иисус И В И И Оставил на земле Господь следы, Чтоб шли за ним мы с радостной песней. Сегодня, через много сотен лет, Склоняюсь я к его ногам смиренно, Пред взором мысленно Голговский крест. И величайшая из всех побед победа. Аминь. Ведь тьмою скованный чертог Триумфально покидал Христос распятый. Христос воскрес! Невозможно было смерти удержать его, Ожидали ее жертву честь и слава. Только слово произнес великий Бог, И в день третий на заре из гроб отстала. Христос воскрес! Невозможно было смерти удержать его, Час его уничижения был коротким. Светю где же жало страшное твое, Где твоя победа от болей нескровки? Невозможно было смерти удержать его, Не удержит и всех тех, кто верил твердо. Вдруг Архангел возгласил как звучный гор, И воскресну в славе верный и измертный. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Хочу, братья и сестры, поприветствовать вас словами воскресшего Иисуса Христа. Мир вам! Хочу прочитать один удивительный текст Священного Писания. Знаете, Библия, великолепная книга, это непонятно для разума человеческого, как может быть, что человек читает всю свою христианскую жизнь одну и ту же книгу, и каждый раз он черпает в ней какие-то важные для себя уроки. Прочитываешь, одно открывается, проходит какое-то время, прочитываешь, другое открывается. Читаем первое послание Коринфянам, братья и сестры, 15 глава, с 12 стиха. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, и проповедь тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умерших во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастье не всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Посмотрите, братья и сестры, насколько важность воскресения апостол Павел показывает. Он говорит, если мы не верим в воскресение Иисуса Христа, пять основных моментов. Проповедь тщетна, вера тщетна, мы лжесвидетели о Боге, мы еще во грехах и отсутствие надежды на будущую жизнь. Удивительные вещи происходят. Но чем бы я хотел сегодня поделиться с вами, друзья, что мне особо открылось в этот момент, когда прочитывал этот текст, я хотел бы обратить внимание на 14 стих и на 17 стих. «А если христос не воскрес, и проповедь тщетна, и вера ваша» и 17 стих. «А если христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». Апостол Павел говорит о том, что воскресение Иисуса Христа — это не просто Христос воскрес, воистину воскрес, мы отвечаем, это вера в воскресение Иисуса Христа. Я должен всем сердцем уверовать, что Бог воскресил Христа из мертвых, что Христос это живой Бог, это истинный Бог, и что без веры в это воскресение у меня нет никакой надежды, что все мое христианство оно аннулируется. Что такое тщетно? Это старославянское слово, я посмотрел перевод один, и мне понравился очень. Это тщетно, это напрасно, бесполезно, безрезультатно. То есть зачем это вообще нам надо? Если убрать воскресение Иисуса Христа и сказать, да, мы христиане, мы будем жить хорошо, мы правильно будем поступать, мы будем многие вещи хорошие делать, но мы не верим в воскресение. Это может какая-то выдумка, это многие факты, которые сегодня либеральные богословы приводят. Надо, братья и сестры, собрать нам все вещи, закрыть дом молитвы и больше никогда сюда не приходить. Но что в практической жизни для меня сегодня значит верить в воскресение Иисуса Христа? Вера в воскресение Иисуса Христа является доказательством четырех основных факторов в моей личной жизни, я думаю, и ваши, братья и сестры. Первое. В вере в воскресение Иисуса Христа я вижу для себя, истина сильнее лжи. Истина сильнее лжи. В вере в воскресение Иисуса Христа я принимаю, что то учение, которое Он определил, все то, что Он преподавал, о чем Он учил учеников, о чем Он учил народ, это является истиной, и я это принимаю в свою жизнь. Сегодня многие люди выдвигают свою истину, говоря о том, что вот это истина, вот так нужно, вот это правильно, необходимо делать определенные моменты в жизни своей, и эта истина будет для нас. Я сегодня, друзья, все перечеркиваю. Я сегодня, основываясь на вере в Иисуса Христа, на вере в воскресение Иисуса Христа, я говорю все то, что Христос говорил, это истина. И я свято этому верю, и я хочу этого придерживаться в жизни своей. Христос показывал истинную идею Бога. Он говорил, а теперь ищите меня убить, человека, сказавшего истину. Христос пришел с истинной идеи Бога. Он принес небеса на землю, показав вот таков Бог. И я сегодня принимаю это, лишь потому, что я верю в воскресение Иисуса Христа. Второй очень важный момент. Вера в воскресение Иисуса Христа является доказательством того, что добро сильнее зла. Добро сильнее зла. Живя на земле, когда же Христос во плоти был на земле, и читая Евангелие, можно видеть, что Христос очень много добра творил. И иногда, даже не иногда, зачастую, то, что Он делал, осуждалось людьми. Многими людьми осуждалось. И говорили, Он ест с мытарями и грешниками. Он пошел туда, куда идти не надо. Он делает то, что не надо делать. Сегодня суббота. Или еще какие-то праздники были. Братья и сестры, я опять это все перечеркиваю. Извините. Веря в воскресение Иисуса Христа, я говорю о том, что то, что делал Христос, творя добро на земле, это сильнее того зла. Это сильнее того, что человек сегодня выдвигает. То, что человек сегодня говорит для меня, для меня добро, это вот это. Я сегодня это оставляю в сторону. Я говорю, все то, что делал Христос, все то, чему учил Христос, делать дела добра, это для меня правда. Это для меня истина. И в веру в воскресение, я сегодня говорю, добро сильнее зла, братья и сестры. Апостолы, которые находились рядом со Христом это все время, и видя, что делает их учитель, позже, после Его вознесения на небо, они писали свои послания. И что удивительно, апостол Павел пишет в послании фессалоникицам, всегда ищите добро. Второе коринфянам, чтобы вы делали добро. Апостол Иоанн, третье послание, кто делает добро, тот от Бога. И много-много еще текстов есть, которые говорят о том, что в жизни христианина делание добро, это правда, это дело, и это надо делать, без которого невозможна наша христианская жизнь. Апостол Павел, заключая эту мысль, хочу сказать, мы Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Третий важный момент, который хотелось бы отметить. Вера в воскресенье Иисуса Христа показывает, что любовь сильнее ненависти. Любовь сильнее ненависти. Во всех поступках, во всей добродетели, о которой мы немного ранее говорили, Иисуса Христа, было заложено единственное основание. Единственное, больше никакого основания, это любовь к человеку. Евангелие от Иоанна, 3,16, золотой стих, красная ницей Библии, как мы ее называем, основа нашего учения, основа нашего спасения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Как Бог возлюбил мир, что пришел на землю. Мне очень понравилось вот это выражение на Рождество Иисуса Христа, когда Сергей Петрович сказал, сегодня, братья и сестры, небеса опускаются на землю. Что может быть более благим для человека, живущего здесь, в мире ненависти, проклятия, зла, когда любовь приходит на землю, любовь в Сыне Божьем, любовь в Иисусе Христе. Что может быть благостней? Силы зла распяли Иисуса Христа. Распяли Иисуса Христа, найдя какие-то подоплеки, найдя лжесвидетелей. Но воскресение Иисуса Христа показало и доказало сегодня нам и всем живущим, что любовь сильнее ненависти. Последнее, четвертое, что хотелось бы сказать. Верия в воскресение Иисуса Христа является доказательством того, что жизнь сильнее смерти. Я помню одно из молодежных, примерно в 95-96 годах, там еще в Украине, мне пришлось быть с молодежью. Я говорю, чего вы больше всего боитесь, братья и сестры? Чего вы больше всего боитесь на земле? Ну, ответ был однозначным. Смерти. И когда мы слышим это слово смерть, ну, вольно-невольно в нашем сознании, естестве что-то вздрагивает, что-то происходит, какой-то такой трепет в сердце. Смерть. А что дальше? Смерть. А как будет? Смерть. А как это? Вечность открывается. Смерть ведь практически это не смерть прекращения жизни, а смерть это открывание дверей в вечность. Смерть – это просто начало жизни, как один из богословов сказал. Что для меня сегодня смерть, братья и сестры? Не когда апостол Павел сказал «И смерть приобретения». Когда он эти слова сказал «И смерть приобретения»? Молодежь, когда он эти слова сказал? Когда жизнь Христова, совершенно верно. Понимаете, друзья мои, какая идет святка, какой параллелизм идет, что я не могу сказать, что для меня смерть приобретения, тогда я это могу сказать лишь, когда я могу сказать, что для меня жизнь – это Христос, когда в вере в воскресение Иисуса Христа, что Он воскрес из мертвых и находясь здесь на земле, я могу сказать, что для меня смерть – это дверь в ту прекрасную вечность, в те прекрасные небеса. Братья и сестры, мы сегодня говорим о вере в Бога. Мы сегодня говорим о той вере, которая параллельно действует с делами нашими. Мы не говорим просто о вере без дел, как мы читаем в послании Якова. Мы сегодня говорим о той вере, которая делает дела, величайшие дела. Мы не говорим о делах, как о спасении, и не говорим просто о вере без дел. Мы говорим как два в одном, неразрывном, спаянном. Вера и дела, вера и жизни, вера и поступки, вера и ценности житейские мои. И я сегодня не могу разделить это и сказать, у меня так или у меня вот так. И сегодня я задаю нам всем вопрос, в первую очередь себе, верю ли я своею жизнью здесь на земле, что Христос воскрес из мертвых? Повторю это утверждение, верю ли я сегодня своею жизнью здесь на земле, что Христос воскрес из мертвых? Или для меня может очередной шаппинг, новая одежда, да, очень часто братья говорят, вот мы помним Пасху, что новую одежду родители покупали. Может куличи, яички куриные, может просто Христос воскрес, может очередные векейшины, выходные, праздники. Что для меня сегодня является основанием веры в воскреса Иисуса? Это моя обновленная жизнь, это моя измененная жизнь, она является этим. Итак, мы сегодня с вами говорили, что воскресение Иисуса Христа это не просто слова, это наша живая вера в это воскресение Иисуса Христа. И апостол Павел говорил, что если мы не верим в то, что Христос воскрес из мертвых, как он вначале сказал, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, читаем 12 стих, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Но мы сегодня заявляем и говорим твердо, убеждая всех и убеждая в первую очередь самих себя, что Христос воскрес из мертвых. И это является доказательством этих важных истин, о которых мы с вами сегодня вкратце рассуждали. Истина сильнее лжи, добро сильнее зла, любовь сильнее ненависти, жизнь сильнее смерти. Да благослови всех вас Господь. Аминь. От сквалы печальной, проглотив комок невольных слез, Симон отвечал, люблю, ты знаешь. Симон отвечал, люблю, ты знаешь. Любишь ли меня, вопросы мне, вновь и вновь воскреши предлагает, Как хочу я взвесить все вполне. Так же отвечать люблю, ты знаешь. Любишь ли меня, remembers мне, вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, КОНЕЦ Любишь ли меня? Вопрос звучит и ответ судьбу определяет. Я люблю, путь сердце повторит. Радостно доверить, он знает. Любишь ли меня? Я люблю, путь сердце повторит. Радостно доверить, он знает. 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 хорошо душе хорошо ПЕСНЯ Опора моя, опора моя, немного еще войду я туда, где Бог меня ждет, опора моя, опора моя. ПЕСНЯ Христос воскрес! Таким приветом хотел бы каждый день встречать своих друзей, кто в мире этом умеет верно отвечать. ПЕСНЯ Христос воскрес! ПЕСНЯ Христос воскрес! ПЕСНЯ 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 Евангелие от Матфея, 21 глава 14 стиха. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионид, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси акций моих. Еще говорит ему в третий, другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, Иисус говорит ему, спаси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси овец моих. Дорогие братья и сестры, в этот знаменательный день, воскресный день, когда мы вспоминаем воскресение Господа нашего Иисуса Христа, Дух в чем радуется? Радуется в том, что в Псалме в 88-м есть такой стих, «Блажен народ, знающий трубный зов, ибо они ходят во свете лица Твоего Господи». Трубный зов о чем говорит? Друг во мгновение ока, при последней трубе, «Во струбит и мертвый воскресенье». Мы сегодня видим духовой оркестр. Это еще раз свидетельствует нам, что Христос воскрес из мертвых и предваряет нас встретиться на небесах. Братья и сестры, сегодня, когда мы слышим, Христос задает вопрос, «Любишь ли ты меня?» Это же вопрос, братья и сестры, когда Иисус Христос был учениками, то он задавал такой вопрос, «За кого люди почитают у меня?» А потом говорит, «А вы за кого почитаете? Кто я для вас?» А теперь сегодня, когда Христос воскрес, после того, когда эти ученики знали, что Христос воскрес, собрались и пошли ловить рыбу. И этот день, ночь, эта ночь для них была неудачной ночью. И когда Христос был на берегу, дети, есть ли какая пища? Они говорят, нету. Братья и сестры, где ученики находились? Где они должны были? Братья и сестры, они должны были там, где Христос сказал, «Сегодня воскресный день». Где человек верующий должен быть? Он должен быть в Доме Божьем. И он задает такой вопрос, «Любишь ли ты меня?» А Петр, мы сегодня, вспоминая о Фоме, мы блаженны, Фоме и учеников. Знаете почему? Христос сказал, «Ты веришь, потому что видишь Меня, а блажены не видевшие и уверовавшие, мы блаженные люди, что мы сегодня, не видя, но веруя в Слово Божие, имеем жизнь вечную, прощение и грехов. Эта радость, которую мы сегодня имеем, и сегодня поддерживает духовой оркестр, говорит еще раз за себя, что при последней трубе, эта труба, это голос Слова Божия, который сегодня звучит». Братья и сестры, апостол Петр говорит такие слова, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости своей, возродивший нас из мертвых купованию живому». Он еще раз свидетельствует и поддерживает нас. «Благословен Бог, который возродил нас из мертвых купованию живому». Купованию живому. Мы сегодня воскресли из мертвых, братья и сестры. И апостол Иоанн пишет такие слова, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». И апостол Иоанн говорит, «Смотрите, смотрите, что Он этим хочет сказать для нас, чтобы мы не унывали, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». А Он говорит, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец». И Христос говорит ученикам, Петру сказал, «Любишь ли ты Меня?» А сегодня мы слышим эти блаженные слова, благословенные слова, которые утверждают нашу веру, не как Фомы, который увидел его и сказал, «Господь мой и Бог мой». Мы сегодня можем подтвердить эти слова. «Мы сегодня блаженные». И Он говорит, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Это еще раз говорит, о чем говорит, цена, уплаченная за нас грешников, это кровь Иисуса Христа, это агнец Божий, который отдал себя в жертву Богу Отцу. Он стал жертвой. Это любовь. И братья пели про любовь, как «Любишь ли ты Меня?» Это слова еще раз подтверждают. Вот этот стих, «Любишь ли ты Меня?» «Любишь ли ты Меня больше, чем они?» Кто они? Братья и сестры, это любовь, которая сошла с небес, открыла нам небеса. Это любовь, которая пришла сегодня, она дает нам эту веру, надежду на упование. Братья и сестры, и Писание говорит, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал мир единородным, Сына Своего, чтобы мы получили жизни через Него. Любовь познали мы в том, что Он послал, положил за нас душу свою, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот эта любовь доказанная, и Он говорит теперь, любишь ли ты меня? Я за тебя, за меня отдал жизнь свою, ты любишь меня, ты знаешь ту цену, которую я заплатил за тебя, братья и сестры. И сегодня этот же уже утешающий и ободряющий нас возлюбленный, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, но знаем, что когда откроется, будем подобны Его. Почему? Потому что увидим Его так, как Он есть. И вот эту надежду, которую сегодня вселяет в нас Слово Божие, мы будем радоваться, братья и сестры, и укреплять, и потому апостол Павел говорит такие слова евсянам, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Какое полнотое Божию? Любовь Божию. Что высота, что глубина, братья и сестры, вот эту любовь Божию уразуметь только мы можем через Слово Божие, любя Иисуса Христа. Любя. Что это значит, любя? И апостол Павел говорит такие слова в Деянии апостолов. Мы читаем в 26 главе, когда Иисус Христос встретился с апостолом Павла, то в то время был Савл, то он сказал ему такие слова, Савл, Савл, что ты гонишь меня? И далее он пишет о 16 стихе, и он говорит ему, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. И тогда Христос говорит, но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что я открою тебе. Братья и сестры, вот эти слова, которые Христос сказал, любишь ли ты меня, они продолжают то, что он хотел сказать. Ученикам сказал, паси акциям моих, моих. А для нас, что он говорит, братья и сестры. И апостол Павлу он говорит такие слова, я поставил тебя служителем и свидетелем для какой цели? Для какой цели мы сегодня здесь находимся? Он говорит, встань, встань на ноги твои, я для того тебя избрал, я для того тебя поставил, чтобы ты был свидетелем моим. свидетелем моим был. Для какой цели? Чтобы ты открыл мою любовь этим людям, которые не знают меня. И он продолжает говорить, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Вот для чего я открылся тебе. Вот для чего я сделал тебя свидетель, чтобы ты открыл глаза. Братья и сестры, меня зовут Афлатон, я фамилия Аббасов, я сам азербайджанец, и по-зербайджански Христос воскрес звучит так Братья и сестры, Иисус восстал, Иисус в самом деле восстал, так перевод звучит. И вот когда я много жил в России, но когда-то жил в Азербайджане, в Баку, и там в 80-м году был один азербайджанец только, один человек. И Дух и Слово Божие побуждало, вот как Деяние апостола, и написано такие слова, что некий муж, макодиньянин, да, видение говорит, приди и помоги нам, приди и помоги нам. Эти слова звучали, я думаю, в чем можно помочь туда идти, когда там всего один азербайджанец. Это мусульманская страна, и мы вот в том году, в ноябре, месяце декабрь захватили с Николаем Лисицыным, я себе искал вот именно человека, с кем поехать туда. И мы поехали туда, в Азербайджан, чтобы вот увидеть, как у них Христос воскрес. Вы знаете, что значит мусульмане? И как у них Христос воскрес? Нам нужно было увидеть, чтобы именно узнать, в чем эти люди нуждаются. И мы поехали туда, и мы увидели, мы увидели ту Ниву, которой нужно работать на этой Ниве, братья и сестры. И когда вот азербайджанец говорит, вот какая разница, ты, говорит, проповедуешь Иисуса, Иса, да, по-азербайджанской Иса, а мы проповедуем, вот Аллаха. Я говорю, наш Христос воскрес из мертвых, и Он любит всех человеков, а твой Бог любит всех человеков. Ты можешь доказать, что твой Бог любит всех человеков? Если любит, то почему вы, имея эту веру, убиваете? Почему вы, имея эту веру мусульманскую, ненавидите инакомыслящих, почему вы, имея эту веру, которую Аллаха веруете, то вы вот так живет шариат какой-то, какой-то вы за своего Аллаха убиваете. Разве Он не может постоять за Себя? А наш Бог, Иисус Христос, Он умер за тебя, и Он не нуждается твоей смерти. Он умер за тебя, и Он воскрес для твоего оправдания. Вот это любовь. И тогда он понял, что Бог любит всех человеков, всех национальностей, всех языков. И когда откровениями читаем, и поют новую песнь, достоин ты принять славу и честь, ибо ты заклом был и кровью свою омыл всякое колено языка и племени. Вот какой наш Иисус Христос, братья и сестры. И туда мы поехали, чтобы увидеть, на каком положении находятся братья наши, которые проповедуют Иисуса Христа, распятого из мертвых. И мы приехали и удивились. Мы удивились. Там одна церковь, Баку, одно здание, зарегистрированное. Там 150 человек, которые ходят на по-русски проповедуются Слово Божие. Мы остались на второе служение в этой же церкви. Собирались азербайджанцы, мусульмане. И зал полный был. Вот зал у них примерно как половина вашего здания, полностью. И мы спросили, сколько же мусульман церкви вашей? Он говорит, 300 человек. 300. И мы когда были там, покаялось пять человек. С Николаем Лисицыным были там. Пять человек покаялось. Два мужчины и три женщины. А вы представляете, какое покаяние было? Покаяния не было, как у нас здесь делается покаяние, как в России или здесь, потому что здесь все славяне. Ну, кто хочет покаяться, да? А там, когда призыв идет, человек выходит, то пресвитер спрашивает его, почему ты вышел сюда? Что ты хочешь? Он говорит, я хочу покаяться. А почему ты хочешь покаяться? Он говорит, потому что я грешник. Я услышал, что Христос умер за мои грехи. А если так, то кайся. Вот как они требуют, чтобы это было покаяние. Для какой цели? Цель одна. Потому что, когда он покаялся здесь, то ему нужно быть свидетелем среди этих мусульман. А за это ты поплатишься в семье, на работе, с соседями. Это не так просто, что ты веришь в русского Бога. Братья и сестры, там очень сложно. И для того, чтобы утвердить твою веру, ты должен вот так помолиться к Господу. И так каждого, пять человек, каждого в отдельности. Он так спрашивал, братья и сестры, о чем это говорит? А Баку, вы знаете, это город, когда-то там, вот когда мы были в Баку, там был казнен Варфоломей. Вы знаете, кто был Варфоломей? Ученик Иисуса Христа Нафанаил. Нафанаил. И это семя крови. И там Церковь Божия, это семя, которое упало когда-то, оно продолжение времени. Вы знаете, что в Азербайджане на реке Куре именно крещение было Вороним, первого Баптиста. Вы знаете, что Бакинская церковь старая, там Василий Васильевич Иванов, вот первые пионеры, Баптистов, Клышников, вы слышали таких пионеров? Братья и сестры, это семя того, что Христос, Христос. И сегодня там церковь есть, и мы ездили по районам, а вы знаете, как собираются там в районах? Там не разрешают. В это время, когда мы были в Баку, собиралась группа, где-то 400 километров от Баку, в Гедобекском районе, там 30 человек собрались, и их арестовали всех, потому что они не имели регистрации. Чтобы там иметь регистрацию, нужно 50 человек. Где ты найдешь 50 человек? Это очень сложно, даже в России или здесь на группе, да, чтобы в каком-то районе поселения 50 человек. Их арестовали. И этих двух людей, которые представили дом, где они собираются, это частные дома, где люди собираются, их оштрафовали на тысячу долларов каждого владельца. А эти люди, вот которые там каются, верят Господу, вы знаете, сколько они получают? 200 монат перевести на ваши деньги, это 110 долларов и оштрафовать на тысячу долларов. Значит, ему целый год нужно, братья и сестры. Вот так люди там живут, а в районе, вы знаете, как они живут? И собираются. Они не собираются вот так в воскресный день. Не собираются. Они собираются, когда можно собрать всех. Вот этих, например, Шерван, город есть, такой Аль-Барамлы называется. Там собираются, когда можно собрать всех. Их человек там 20, да? И собрать их всех. То есть воскресный день не могут собрать. и возможно сесть, договариваться какой-то. И когда они собираются, то у них стол ставится такой. А на стол еда ставится. Там чай, печенье. Для какой цели? Когда войдет кто-то из начальствующих, да, чтобы они увидели, что они здесь. Что делают? Трапезничают. Братья и сестры, такое положение, вроде светская страна, но они не хотят слышать. Но Слово Божие при гонениях еще больше, больше проповедуется. И как там, я спросил, а как тогда проповедовать? Как у нас сегодня евангелизация идет в России, да? В России там, вот, например, сельцов на праздниче дни, где-то в городе это делают, перед ДК, Дворцом культуры, да? Там духовой оркестр наш знает, да? Юра знает, наш духовой оркестр там, там играют, проповедуют, читают Слово Божие, все на своем месте, а там не так. А как тогда люди приходят, Дом Божий, а приходят вот эти люди, которые покаялись, они идут и свидетельствуют радости своей. Вот первой любви своей, любишь ли ты меня? Эти слова, это первая любовь их они проповедуют в доме. Если мужчина покаялся в доме, то жена приходит в церковь Божия, это восток, дело такое, да, тонкое. Братья и сестры, и тогда вся семья приходит в Дом Божий. Вот такой порядок, братья и сестры. И так они соседей рассказывают, вот таким, но не так, как сегодня здесь проповедуется в России, братья и сестры. Это еще раз подтверждает, что Христос нас воскрес из мертвых, и ничто не может остановить от проповеди Евангелия ничто, ни тюрмы, ни гонения. мы, вы сами помните, когда были, да, в советское время, гонения, а церкви увеличивались, церкви расширялись, церкви, точно там также и в других районах. Есть и воскресные школы, много людей каются во всех районах, братья и сестры. Это плоды семени тех братьев, которые прошли впереди. И там сегодня есть церковь Божия. И мы туда идем, там тяжело, и мы стараемся собрать средства, чтобы поддержать их, чтобы они могли ездить, даже на автобусы заплатить, и то нужно денег. Вот представьте, 40 километров, это 30 монат туда, 30 монат, это 60, он 200 получает. Что ты сделаешь? На неделе надо посетить именно больных, посетить, которые не достигают. И мы стараемся, чтобы это собрать какое-то немножко, чтобы поддержать этих сотрудников, тех сработников, которые могут это трудиться, чтобы их поддержать, чтобы они могли что-то сделать, и мы могли пожертвовать там, поддержать их, и мы желаем, опять же, мы в конце мая, в начале июня, опять летим туда, в Азербайджан, уже посетим тех, которых уже мы, брат Николай, вот, были взяты на поддержку, то есть поддержать малым, так, 100 долларов, 150 долларов, вот таком размеры, по сравнению, чтобы поддержать их, поедем на те места, где они совершают это служение, как они совершают, поедем, именно, если будет лагерь детский, посетить этот лагерь, поддержать этих детей, а у них инвентарь такой, инвентарь детей, вот, чтобы, вот, там и тарелки, там и сковороды, там и разные ведра, вот таким макаром не показывают, вот, для детей ту программу, которую они хотят рассказать об Иисусе Христе, поддержать их, и мы желаем еще раз, чтобы вы молились, и поддерживали, вот, Азербайджан, и потому я здесь и нахожусь, хочу еще раз засвидетельствовать, что Христос воскрес из мертвых, он мы дети Божьи, возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, но я хочу, но я хочу, чтобы какая-то моя лепта там была, соучастником был, мы все хотим, чтобы мы были соучастниками, братья и сестры, и пусть Бог благословит вас, что и там в Азербайджане, чтобы это служение продолжалось, чтобы мусульмане и каялись, чтобы они верили воскресшего нашего Иисуса Христа и в заключении такой стих, будем радоваться братья, прочь, уныние и страх, принял нас Христос в объятии и хранит в своих руках, радость наша совершенно от Христа не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Господу. Господа. Увzdät. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем заканчивать наше служение. Давайте встанем, поблагодарим Господа, что дал нам возможность еще иметь общение и с Ним, и друг с другом. Боже, Сил, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим, что Ты воскрес, и Своим воскресением Ты создал Церковь. И врата ада не одолели ее, и не одолеют, потому что Ты являешься главой. Господи, благослови нас, разумея этого, держаться Тебя, держаться истины, понимая, что мы члены друг друга, а Ты глава. Посему благослови нас по Слову Твоему, в меру действия каждого члена, каждого из нас в отдельности, получать приращение к телу Твоему, употребляя усилия, употребляя те таланты, которые Ты дал нам, чтобы мы поистине, Господи, все это возвращали Тебе. Благослови нас хранить слышанное, чтобы мы поистине были теми, которые слагают Слово Свое в сердце Свое и приносят плод, понимая, что придет время, придет время, когда Ты разольешь суды свои на землю, и тогда каждый будет отвечать за свое строение. Посему благослови нас укореняться и утверждаться в истине, чтобы мы, слыша это Слово, могли умиляться сердцем, что Ты не только просил грехи наши, но Ты назвал нас Своими детьми, Ты ввел нас в свое Царство и желаешь, чтобы мы, пребывая в этом Царстве, отображали на земле праведность, мир и радость в Духе Твоем Святом. Пусть, Господи, милость Твоя и Твоя благодать сопровождает нас и впредь. И ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем расходиться.